Эти произведения искусства собраны под общим названием к лучшему. Они все связаны с музыкой. Художник Виктор Сачивко писал свои работы после прослушивания классической музыки и просмотра выступления оркестров. Поэтому они сочетают в себе настроение не только автора, но и того или иного композитора. Одни картины достаточно мрачные, другие наоборот, излучают свет. Здесь в прямом смысле можно увидеть музыку и услышать живопись. Что музыка, что живопись — это искусство довольно-таки абстрактное. То есть оно не делает упор на литературную канву, оно скорее работает на исследовании, допустим, ритма, композиции. Где-то появляется цвет, где-то появляются разные всколохи. И художник работал более полугода, он послушал огромное количество музыки, более 60 часов самых разных концертов. А вот работа Людмилы Турчановой — это отражение личных переживаний и воспоминаний о путешествиях по Средней Азии, Киргизии, Хакасии и Туве. Картины сочетают в себе восточный колорит, орнамент и сибирское спокойствие. Поэтому выставка называется «Азия-Яр», как бы объединяя Азию и Красноярск. Причем все эти работы были написаны именно зимой, когда вокруг не хватает света и тепла. Многие северные народы, работающие с бисером, и мне хочется зимой, как раз все работы в основном написаны зимой, самые яркие. Когда хочется этого света, когда хочется им насытиться, наполниться. С 23 по 27 июня Азиатско-Тихоокеанский фестиваль соберет более 300 гостей с 18 стран мира. Это танцоры, певцы, музыканты и художники. Жители края смогут познакомиться и прикоснуться к искусству Азии. АТФ – это диалог культур разных стран и народов и разговор на самом понятном для всех языке, языке музыки. В этом году впервые прибывает большое количество приоритет профессиональному искусству. Поэтому у нас большой список участников, людей, которые занимаются музыкой профессионально. Организаторы обещают, фестиваль будет ярким, и он наверняка запомнится всем жителям региона. Полную программу можно посмотреть на сайте, он указан на экране. Екатерина Погоревова, Всеволод Никитин, Новости.